Специальный принтер наносит шрифт Брайля на страницу будущей книги про чудеса Хабаровского края. На печать одного экземпляра издания для слепых уходит 25 минут. Я наношу Брайль уже на готовый плоскопечатный шрифт. А затем, после того, как наносится шрифт Брайля, потом книга будет собираться, тогда вставляются картинки рельефные и уже в типографии будет эта книга собираться. На другом оборудовании библиотекарь Ивана Антонова создает страницы с объемными картинками. Это векторные изображения Амурского моста, Лотоса Комарова и других чудес Хабаровского края. Вот рисунок сейчас плоский. Пропускаем через прибор рельефообразующий. Там нагревается, происходит нагревание. И по выходе уже получается рельефное изображение. Семь чудес, семь страниц с графическим изображением, которые наносят специальными чернилами на капсульную бумагу. Материал дорогой. 200 листов стоит более 30 тысяч рублей. Это бумага, которая покрыта специальной эмульсией. В эмульсию входят полипробиленовые капсулы, они размером меньше микрона. И при нагревании, там где находится черный пигмент, капсулы увеличиваются в размере, взрываются. И получается рельефный рисунок. Графическое изображение имеет минимум деталей, четкий контур, что дает незрячему человеку легко воспринимать образ каждого из семи чудес Хабаровского края. Эти места, как правило, малодоступны. Труднодоступны для людей с нарушением зрения. Поэтому вот пришла нам такая мысль, такая идея создать такое многоформатное издание для слепых и слабовидящих людей, которое будет называться, которое уже называется «Прикоснись к Хабаровскому краю». Тамара Пистунович – победитель гранта президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Вместе с командой Краевой библиотеки для слепых они выиграли миллион рублей на издание книги об уникальных объектах Хабаровского края. Наш Амурский мост, который построен через Амур, еще был в 1916 году, сначала в 1916 году красивейший мост. Затем, когда он уже не стал справляться с такими большими нагрузками, он перестроен был, достроен, реставрирован и так далее. То есть новый мост – это тоже, во-первых, очень большая протяженность этого моста. Тоже интересный факт. Благодаря гранту тираж книги составит 100 экземпляров. Каждый по 64 страницы с яркими фотографиями, среди авторов которых есть и слабовидящие люди. Каждый объект начинается с красивой цветной фотографии, которая сопровождается тифлокомментарием. Тифлокомментарий – это очень краткое описание того, что изображено на этой яркой картинке. Затем идет текст. С правой стороны располагается текст плоскопечатный, укрупненный для людей слабовидящих. С левой стороны идет Брайлевский. На этой неделе библиотека для слепых планирует передать книгу в типографию для завершения процесса печати. Марина Рожко, Константин Гнетов. Смотри Хабаровск.